Крымский форум во Львове собрал крымских татар, политических заключенных. С советских времен более 100 человек 16 стран приехали, чтобы вспомнить свою деятельность в украинской хелестинской группе. А также правозащитники говорили о необходимости сегодня помочь жителям Крыма, поддержать политзаключенных и громко заявлять о репрессиях. Сегодня Россия превращает Крым в мощный военный плацдарм, говорит Рифат Чубаров. Многие из участников Крымского форума, они являются людьми, известными в своих обществах, и их мнения, их размышления о происходящих событиях глобального такого характера и регионального, если говорить о нападении России на Украину, они имеют также большое значение с точки зрения, повышение роли общества разных стран и повышение их ответственности за то, что сегодня пока еще происходит с крымскими татарами, с украинцами, но завтра может произойти с их государствами. Среди участников форума был украинский политзаключенный Геннадий Афанасьев, незаконно осужденный в России. Мне очень шкода, что я молодым представителем этого движения, который начинается сейчас за вызволение Украины. Мне очень не хочется, чтобы через 50 лет собирались еще 150 украинских политзаключений и размирковали про то, что Россия плохая, и освобождать еще следующих 150. Это второй крымский форум. Первый был инициирован Межлисом в мае 2012 в Симферополе, и его планировали проводить ежегодно за участием политзаключенных со всех стран бывшего СССР. Под лозунгом «Будущему России угрожает ее прошлое». Но сегодня угроза уже с Россией. Тащат за собой многое в мире. Ну, надо понять, что это опасность. Надо понять, что Россия – это главная угроза миру. Участники Крымского форума примут заявление к мировому сообществу. Галина Терщук, Марьян Павлык, Львов.